Скотт Риттер посетил Крым, бывший американский разведчик, а ныне достаточно известный политический аналитик и военный эксперт. Какова цель его визита, зачем приезжал и что мы должны понять сегодня об этом конфликте. Поговорим подробнее. У нас в гостях начальник управления международной деятельности КФУ имени Вернадского Александр Маченко. Александр Петрович, мы с вами все время в разных студиях в нашем телеканале обсуждаем, естественно, только одно. Это специальная военная операция и всевозможные вариации этой темы. Как это влияет на нас, как это влияет на мир, как это влияет на наших бывших друзей. Вот приезд американского бывшего разведчика, известного политического аналитика Скотта Риттера к нам в Россию. Ладно, в Россию, в Крым. О чем это говорит? Что это значит? Скотт Риттер приехал в Россию. Это у нас в Симферополе был, кажется, 12-м по счету городом. Где он был? Он был в Москве, в Петербурге, в Грозном, в Новосибирске, в Севастополе. Вот сейчас в Симферополе, поедет дальше в Сочи. Он презентует свою книгу, она называется «Гонка разоружения». Это первая цель, первая задача его поездки по стране. Вторая, я думаю, что на самом деле даже гораздо более важная задача. Об этом он сегодня говорил, мы с ним достаточно долго разговаривали. Он хочет увидеть, что происходит в России, что происходит в Крыму. Своими глазами оценить ситуацию, чтобы приехать домой и с помощью всех имеющихся у него ресурсов рассказать своим соотечественникам о том, что же здесь происходит на самом деле. Ну и мы знаем о том, что Скотт Риттер, он последовательный критик Соединенных Штатов Америки, их роли в специальной военной операции, их роли вообще в развязывании целой череды военных конфликтов в Афганистане, в Ираке и в других странах. Он за нас, и это хорошо. Он за нас, потому что он не нашел понимания в своей стране, либо это действительно взвешенная позиция человека, который эту систему понимает, знает, знает, какой ценой происходит сейчас достижение целей США. Идеалы Скотта Риттера, они сформировались достаточно давно, задолго до начала специальной военной операции. Я еще раз говорю, что он был последовательным критиком вмешательства войны, развязанной Соединенными Штатами Америки в Афганистане, войны, развязанной Соединенными Штатами Америки в Ираке, попыток США свергнуть Башара Асада в Сирии. А как он к Балканам относится? И к Балканам он относится точно так же. Он говорит о том, что на самом деле рассказы о том, что современные Соединенные Штаты Америки несут миру свободу и демократию, это вранье. На самом деле Соединенные Штаты Америки несут миру смерть и разрушение. Это буквальная цитата из того, что сегодня Скотт Риттер говорил на встрече со студентами и преподавателями Крымского федерального университета. При этом он говорит, что я люблю Америку, я горжусь Америкой, я считаю, что Америка это великая страна. Просто сегодня у власти в этой стране находятся люди, которые ведут ее по ошибочному пути и рано или поздно они осознают эту свою большую, огромную ошибку. После заявления Пригожина о взятии Артемовского увеличилось просто невероятные силы. Мы понимаем, почему количество провокаций со стороны Украины мы видим сегодня, например, в Белгородской области. Что сегодняшний американский гость говорит об этом? Это будет продолжаться дальше? Это будет с невероятной силой? Оценка Скотта Риттера, а он, я напоминаю, офицер, разведчик, морская пехота, он потом много лет работал инспектором ООН по разоружению, он отлично знает Советский Союз, он изучал Советский Союз еще в школе, потом в колледже, потом работал, как я уже говорил, много лет достаточно в Советском Союзе, участвовал в инспекциях. То есть он знает нашу страну давно, он начал ее изучать еще в 70-х годах, в эпоху Леонида Брежнева, по-нашему говоря, у них там Никфа, Картер, вот эти времена. То есть он отлично знает эту тему, он понимает ситуацию и его прогноз развития специальной военной операции. Я специально его об этом спросил, потому что понятно, что это вопрос самый главный, который интересует всех, да, чем все завершится. Прогноз Скотта Риттера следующий. Он говорит, что по его оценкам Россия способна одержать военную победу над Украиной в ходе специальной военной операции, несмотря на то, что Украину поддерживает весь коллективный Запад этим летом. Это оценка Скотта Риттера. Он говорит, что политический финал, политический конец этой истории, он, видимо, будет более долгим. Но вот по его оценке сил сторон, он говорит, что этим летом Россия может одержать военную победу над Украиной, несмотря на всю поддержку, которая есть со стороны коллективного Запада. — Что он говорит, если вы эти темы обсуждали, о последних заявлениях Запада по поводу передачи F-16, по поводу обучения пилотов. Там сегодня я где-то видела в новостях, что это современное будет оружие, это лучше джавелинов, хаммерсов и так далее. В общем, все, победа, говорят, вот уже близко мы чувствуем. Вот сейчас только обучим ребят? — Конкретно этой темы мы со Скоттом Риттером не касались, но он говорит о том, что Соединенные Штаты Америки и коллективный Запад готовы потратить еще миллиарды долларов на то, чтобы продолжать поддерживать Украину в этой войне, в этой специальной военной операции для нас, а для них войне против России. Потому что это удобно, да, это война чужими руками, которая ослабляет Россию, как думают Штаты, их главного геополитического врага. — Он здесь сегодня побывал, это 12-й город, в котором он, российский город, в котором он присутствовал. Что он говорит о русских людях с точки зрения духа, с точки зрения единения? Вообще, какую картину здесь он увидел? — Мы с ним говорили о Крыме, о роли Крыма. Он сказал о том, что, кстати, он очень неплохо знает, базово, по крайней мере, историю Крыма, историю Крыма и России, их связи между собой. И он сказал, что это вековечная мечта коллективного Запада в разных его конфигурациях исторических оторвать Крым от России, которую они начали лелеять практически сразу с момента присоединения Крыма к России в 1783 году. Делали эту попытку в Крымской войне, делали эту попытку в Первой мировой, во Второй мировой, потом в Холодной войне. Он говорит, что и сейчас Крым, вне всяких сомнений, находится в центре этого конфликта между коллективным Западом, прежде всего, Штатами, конечно, и Россией. Что это такой «heartland», сердцевина этого конфликта. Но он говорит, что он не сомневается в том, что крымчане — это русские, и мы ему дружно ответили в аудитории, что, конечно, какие могут быть сомнения. И он говорит, что вы знаете, за что вы сражаетесь, и вы победите. А что касается миропорядка, то вот вопрос, о котором сегодня говорят абсолютно все, о том, что уже как раньше абсолютно точно не будет, что мир уже не будет однополярен, о том, что сегодня абсолютно точно и роль Соединенных Штатов, понятно, что они еще очень цепляются, и роль доллара уже никогда не будет такой, как она была на протяжении последних десятилетий. Есть ли ощущение, что мир поменялся? У меня. У вас в диалоге с Скоттом Риттером сегодня, возможно, если вы эти темы обсуждали, есть ли ощущение, что все, что абсолютно точно уже возврата назад не будет? Есть ощущение, что совершенно точно мир не будет таким, каким он был прежде. Он уже не такой, как был прежде. Я думаю, что если бы даже 3-4 года назад 99% людей сказали, что будет происходить прямо сейчас, в эти дни, они бы решили, что это какая-то ненаучная совершенно фантастика. Но это то, что происходит. Мы живем в исторические времена, переломные, когда решаются судьбы и Крыма, и России, и мира. По оценке Скотта Риттера, кстати говоря, то, что мы сейчас имеем, это война за существование между коллективным Западом и Россией. Ставки очень высоки, но в этой войне Россия должна победить, и это приведет к пересмотру политики, в том числе и Соединенными Штатами Америки. Риттер надеется на то, что наши страны в результате снова будут, спустя какое-то время на новом витке отношений, снова будут находиться в нормальных отношениях. И он говорит о том, что если бы американцы, которых обманывают, которых дурят прямо, откровенно, представители их властных элит и представители их медиа, если бы американцы имели возможность приехать сюда, посмотреть, поговорить с простыми русскими людьми, то все было бы совершенно иначе. Слушайте, но американцы даже не знают, где Украина находится. Знаете вот эти знаменитые тесты, где покажите Украину? Ну, некоторые знают, да, к сожалению, большинство не знают. Да, это специально, людей специально держат в этом невежественном состоянии, Риттер тоже об этом говорил, потому что невежественными людьми легче и проще управлять. Давайте я вам расскажу, минутка, историю, которую Скотт Риттер пересказал, он ее в книге своей описывает, вот и сегодня нам на встрече пересказывал. Он говорит, как изменилось мое отношение, его отношение к русским людям. Он говорит, что я ребенок холодной войны, я вырос в годы холодной войны, мой отец служил в Германии, я учился в Германии, в школах, где военная база американская. Я каждый день видел американские танки, американские самолеты, каждый божий день, идя в школу, которые собирались воевать с Советским Союзом. Я был уверен, что советские люди, русские, это наши враги, и я поэтому пошел сразу после школы служить, потому что я хотел защищать свою родину, свою страну от врагов, которые живут в Москве. И я учился убивать русских и учил своих подчиненных убивать русских. А потом я приехал, говорит он, в Советский Союз, и через два года после этого мы стали с русскими людьми друзьями. А ключевым моментом было следующее. В новогодний вечер в 1988 году Скотта Риттера пригласил к себе домой встречать Новый год советский инженер, который всю жизнь конструировал ракеты, которые должны были нанести удар по Соединенным Штатам Америки. И они пришли к нему домой, Риттер познакомился с женой этого русского инженера, с его детьми, с соседями, они там выпивали, смеялись, плакали, шутили. И потом он говорит, я потом пришел домой, и меня как озарило, он щелкал пальцами, я так не могу, здоровенный дядька. Он говорит, тут меня озарило, я понял, что на самом деле мы такие же люди, что мы хотим для себя, для своих семей, для своих стран такого же нормального человеческого будущего, без ненужных войн и конфликтов. И я тогда понял, что мы должны дружить. И он говорит, что вот если бы контактов между простыми американцами и простыми русскими людьми было бы гораздо больше, то и у этих американцев тоже произошло бы вот это озарение. Они бы поняли, что на самом деле нам нечего отделить. До того, как сейчас. Спасибо вам большое за этот разговор. Я думаю, что мы эту встречу, вашу встречу будем еще не раз вспоминать в наших программах. Вам большое спасибо за эту информацию. Вы смотрели программу интервью 24. Обязательно оставайтесь с нами. Субтитры сделал DimaTorzok